Друзья, всем привет! Меня зовут Елена, а вы на канале Читоки. И сегодня мы с вами будем знакомиться с новыми ароматами прекрасного нишевого бренда Серж Дю Монтен. Мне, на самом деле, предоставили такую возможность познакомиться с тремя новыми ароматами, за что я очень-очень благодарна бренду. И я уж решила, раз предоставилась такая возможность, я расскажу вам о всех ароматах, которые имеются у меня в коллекции от данного бренда, чтобы уже соединить это в одно такое содержательное видео, если вдруг вы рассматриваете данный бренд, ароматы данного бренда к покупке, чтобы вы могли сразу посмотреть мое впечатление на все ароматы, которые мне довелось послушать. Поэтому давайте сразу не буду затягивать и начну. Хотела бы начать с прочтения информации с сайта бренда. На сайте бренда есть такая информация, что ароматы из частной коллекции от Серж Дю Монтен, впервые показанные нами в России, создавались художникам много лет и долгое время не представляли коммерческого интереса для самого парфюмера, являясь предметом лишь эстетического наслаждения. Ценителям утонченной эстетики редкой нишевой парфюмерии мы представляем жемчужины из коллекции парфюмерных шедевров от Серж Дю Монтен. Это 17 авторских ароматов, абсолютно разных по звучанию и рисунку, но одинаково несравненных по своей красоте. И давайте начнем с ароматов, которые уже были у меня в коллекции. И как видите, они достаточно хорошо поношены по такому стечению обстоятельств. Наверное, сейчас уже это прозвучит немного смешно. Они мне достались от Карины, блогера. Я у нее приобретала в свое время несколько лет назад, наверное, 2 или 3 года назад. Она по какой-то причине решила от ароматов бренда избавиться. И я с удовольствием у нее выкупила. Ну, конечно, остатки здесь были намного больше, просто я уже очень-очень хорошо их поносила. И у меня здесь два аромата. Для меня оба между собой они похожи чем-то, поэтому я их вот так вот держу в паре. Это аромат Мисс Дю Мантен и аромат Экс Сальтан Де Шоколя. По-моему, это так называется. Давайте начнем с аромата Мисс Дю Мантен. Я сейчас прям с официального сайта найду описание этого аромата. Вот оно у меня как раз открыто. Мисс Дю Мантен. Вечерний аромат. Бархатные, торжественно спокойные аккорды горького шоколада с нежными, едва различимыми отголосками цитрусовых. Потусторонний сандаловый аккорд с оттенком корицы, нарцисса, белых лилий, бархатца и душистого табака. Далее облаченная, почти невесомая нежность пачули. А, облачная, простите. Невесомая нежность пачули с горячим шоколадом и ванильным аморетто. Я что хочу сказать. Аромат для меня Мисс Дю Мантен прежде всего шоколадный, шоколадно-ликерный. Я его очень хорошо помню. Я, кстати, недавно для восполнения своих пробелов в памяти его носила. И второй тоже носила. Я все эти ароматы очень долго поносила. И здесь, знаете, запах шоколадных конфет с каким-то ликером внутри. Таких дорогих, знаете, прям такого дорогого шоколада. Мне даже раньше казалось с прослойкой мармелада. Вот, знаете, есть такая какая-то мармеладность небольшая. Но эта именно ароматка подойдет для любителей, во-первых, шоколадных ароматов, во-вторых, для любителей алкогольных ароматов. То есть вот эта самая аморетто, которая здесь заявлена, я думаю, что оно мне ярче всего и слышится. То есть это именно шоколадные конфеты, внутри которых находится какой-то дорогой вкусный фруктовый ликер. Мне даже больше добавить нечего именно такого. Знаете, мне кажется, если он у меня закончится, я любой из этих ароматов обновлю у себя в коллекции. Вот этот я прям обожаю на самом деле. И Мисс Дю Мантен, и Ксель Тан де Шоколя, и те, которые я послушала, вот попробовала и поносила на себе три новых аромата, я влюбилась. Ну, в два из них вообще по уши. Третий пока разнашиваю под вопросом, но два из них мне понравились очень-очень. Вот, в общем, Мисс Дю Мантен, повторюсь, для любителей шоколада и алкоголя. Конфеты шоколадные внутри с фруктовым ликером. И давайте перейдем к следующему. Он у меня вот в такой же аналогичной бутылочке, да, он называется Эксель Тан де Шоколя. Ну, прям в названии мы видим, что это уже что-то шоколадное, да. И я вот открываю сейчас его описание. Легкие аккорды капризного молочного шоколада с тонким оттенком граната, прелестной земляники, красной смородины и еще чем-то не поддающимся внятному описанию. Загадочный и красивый, гармоничный и самодостаточный. Ансамбль со швейцарским шоколадом, уложенным на красные ягоды, которые, согреваясь на коже, превращаются в тепкое красное вино. Аромат с невероятно сексуальным шлейфом, вызывающим страсть и желание. Его я носила совсем недавно зимой и носила достаточно долго, потому что прям вот знаете, я в него когда влажу, в этот аромат, мне очень сложно перестать его носить, потому что он вот настолько манкий, настолько притягательный. Это тоже алкоголь, но немножко в другую сторону. Хоть здесь и название связанное с шоколадом, но для меня вот именно мисс Дю Монтен больше про шоколад, именно про горький, черный шоколад. Вот эта тема, это больше про желейки, вы знаете, желейные конфеты и алкоголь. Знаете, мармеладки вот как раз те самые. Когда-то я видела в интернете рецепт, когда делали такой напиток, брали там алкоголь какой-то, туда заливали спрайт и наваливали целую кучу вот этих мармеладных мишек, харибо, вот мне кажется, что если сделать такой напиток, он будет примерно вот так вот пахнуть, как этот аромат. Это именно, я чувствую, мармелад фруктовый с алкоголем, как будто, вот знаете, у вас стоит бокал коньяка, даже не вина, а коньяка, и вы заедаете его мармеладной конфетой. Я здесь не ощущаю шоколада, хотя он называется шоколад, да? Здесь это дорогой коньяк с мармеладом. Я не знаю, я прям его сейчас вдыхаю, и я чувствую, у меня снова скоро случится запой опять в несколько недель с этим ароматом, потому что вот если бы я делала подборку алкогольных ароматов, он бы у меня, наверное, был одним из первых в числе претендентов алкогольных именно в теме алкогольных ароматов. Кстати, если вы хотите, чтобы я сняла подборку на тему алкогольных ароматов, напишите мне, пожалуйста, об этом. И следующий аромат мы уже переходим вот к такому красавцу в коробке. Это тот, с которым мне дали возможность познакомиться представители бренда. Вот такая вот красивая у него идет упаковка, то есть если вы будете покупать сайты, а, кстати, официальный представитель, официальный сайт, на котором можно приобрести ароматы, это Рандеву. Все остальную информацию я обязательно оставлю в описании, то есть на сайте Рандеву вы можете смело приобретать ароматы данного бренда. Вот так выглядит коробочка. Также, насколько я знаю, у бренда есть шкатулки, то есть там шкатулка из дерева. Они немножко дороже стоят, вот такие в коробочках и в шкатулках чуть-чуть отличаются по цене. Также, насколько я знаю, вот эти вот крышечки, они деревянные, тут видно, что они из дерева сделаны, они сделаны действительно из брусочка настоящего красного дерева. Здесь вот нам вложили вот такую вот этикетку, на ней написано Maison Serge du Montaigne, то есть Dom Serge du Montaigne, Serge du Montaigne Collection Privé, Париж 1989. И написан адрес Atelier de Productions Aromatique 06530, Франция, в общем, не буду читать вам эти все исходные данные, сразу к аромату. Аромат называется Black Narcotic, черный наркотик. Кстати, с задней стороны каждого аромата есть вот такие вот данные, которые можно почитать, там ингредиенты, состав, производство и так далее. Аромат, точнее, жидкость, она действительно практически черная, то есть если смотреть на просвет, видно, что она коньячная, такая темно-темно-коньячного цвета, но кажется издалека прям такой, практически черной. Этот аромат, я вообще очень-очень довольна, что он мне достался прям вот в таком полноформате, потому что из всех трех, с которыми я познакомилась, он произвел наибольшее впечатление на меня, я сейчас почитаю его описание. Парфюмерии, провокационный, цепляющий своей зависимостью и абсолютной сексуальной властью, ароматы с другой парфюмерией, где отсутствуют нормы и здравый смысл, где правят греховные инстинкты и дофаминовые бури. Забудьте все, что вы знали о парфюмерии до этого и погрузитесь в иную реальность, которая умеет удивлять и нарушать правила. Белая королевская амбра с древесно-дымными нотами и пленительным порочно-сексуальным шлейфом, медовый гелиотроп с миндалем и корицей, изысканный сандал и душистый табак с коньячным оттенком и черным шоколадом. Как вы уже поняли, наверное, бренду Дю Монтен очень нравится тема шоколада, потому что почти в каждой композиции встречается шоколад, да? Но этот аромат, честно сказать, я его когда первый раз надела на себя, мне на работе сказали, что от меня пахнет церковью и ладаном. Хотя я здесь никак не ощущаю ладан, но скорее всего у людей возникло такое ощущение из-за запаха дыма, дымности. Что касательно меня. В первых нотах он мне сильно пахнет виноградом. Черным, причем, знаете, не таким, который мы кушаем в магазины, а винным виноградом. Именно вот таким черным, который немножко пощипывает язык, когда его ешь. Затем это все трансформируется, и мне начинает пахнуть черносливом. Вот прям, знаете, таким ярким, дымным черносливом. Потом это все уходит. Знаете, в мою чуть ли не любимую в последнее время ноту, ноту это такую дегтярно-дымовую. Я называю эту ноту, когда мне пахнет вокзалом, поездами, шинами, резиной. Я не знаю почему, но я обожаю это в парфюмерии. Последний раз я такую крутую ноту ощущала вот у Неглиже Парфам в их аромате смоуки дарк ванила. Вот здесь нечто похожее, но как будто бы, знаете, более выглаженное, более вычурное, то есть здесь она более приглаженная. Это дегтярная нота, но она все равно присутствует. Знаете, запах кирзовых сапог, дыма, вокзала, перона, колес. Я прям вот не знаю. Заявлен миндаль. Миндальная немножко такая цианидность ощущается для меня уже в самой-самой базе под конец звучания. Я ее не чувствую в старте. На старте для меня вот идет вот эта трансформация. Это виноград черный-черный, прям уже поспевший на грозьях такой, знаете. Потом это чернослив, потом это запах копченого, такого дымного, дымность табака, и потом это вот это вот, как я уже сказала, вокзальность, привокзальность и колеса, и в дальнейшем небольшая миндальная цианидность. Но аромат, конечно, не для всех. Это, знаете, это прям вот ниша-ниша, как говорят, да. Вот это прям ниша. Это не сможет носить каждый. Но я вам уже еще раз говорю, да, то, что мне сказали, что от меня пахнет дымом, ладаном и церковью. Хотя я здесь ладана не ощущаю. Но, опять же, повторюсь, скорее всего, людям навеяло такое воспоминание, именно вот эта дымность, запах дыма. Аромат для меня абсолютно унисекс. Многие, возможно, скажут, что более мужской. Нет, я его ношу, и я ношу его с удовольствием, поверьте, мне получаю огромное удовольствие от его, от ощущения этого аромата на себе. Поэтому это необычно, концептуально, это прикольно, это круто. И не скажу прям, что он там сексуальный какой-то, знаете, он будет к вам притягивать, там, мужчин или женщин. Я не вижу здесь именно сексуального подтона. Но интересный такой завлекательная ниша здесь действительно есть. И вообще, в целом, знаете, для меня бренд Дю Монтен создал такое впечатление очень красивой, такой вычурной парфюмерии, не совсем экспериментальной, а вот именно носибельной и удобоваримой для всех. Но вот этот аромат немножко поломал мои стереотипы, потому что все ароматы до этого мне казались такими, знаете, маркетингово удачными, приглаженными, слаженными, то есть как будто бы все сделано по вкусу покупателя. Но не тут-то было. Вот этот аромат, он прям вылез такой, знаете, стеной и показал, что в этом бренде есть какие-то очень альтернативные, очень неординарные, выдающиеся ароматы, которые прям вот выпирают, да, вот и кричат, что я ниша, вот типа того. Вот такое у меня впечатление. И, кстати, хотела вам вставить фрагментик вот сюда вот или вот сюда видео, чтобы вы посмотрели такую небольшую вставочку видеоматериала о вот этом аромате. Субтитры создавал DimaTorzok Следующие два мне пришли вот в таком вот мешочке. Это официальные миниатюрки, такие, точнее, наверное, лучше сказать, тревел-форматы, то есть, видите, это такой бархатный мешок с вот такой вот, как это сказать, табличкой, металлизированный, по-моему, да, металлизированный. И когда вы его открываете, там обычно, наверное, лежат по одной тревел-версии, у меня же их было здесь две. И здесь внутри еще такая же точно открыточка, не открыточка, в общем, вот такая вот бумажечка у нас тоже там лежит. И здесь у меня было два аромата. Эликсир-наркотик, то у нас был блэк-наркотик, черный наркотик, а это эликсир-наркотик. И Kill Me Softly, убей меня нежно. Конечно, я думаю, у многих парфюманьяков очень были большие, как сказать, трепетные ожидания к аромату Kill Me Softly. Насколько я знаю, у этого аромата даже нет официально представленной пирамиды, и он всегда позиционируется как какой-то, знаете, такой таинственно-необычный. И мне посчастливилось с ним познакомиться, и сейчас мы поговорим о нем обязательно. Но сначала поговорим об аромате эликсир-наркотик, о чем же он. Вот я нашла пирамиду. Эликсир-наркотик от Маэстро Дю Мантена как колдовское зелье или яд, который мгновенно проникает под кожу, моментально получая власть над каждой клеточкой вашего тела, каждой капелькой вашей крови. Правда в том, что каждый из нас готов заплатить за настоящий эликсир любви гораздо больше, чем может себе позволить. Подлинный талант парфюмера раскрыть рецепт колдовского зелья и воплотить его в аромате. Аромат, крадущим дыханием и туманящим сознанием. Ароматик, которого с каждым вдохом хочется все больше и больше, которым можно обольстить и заколдовать, но расколдовать едва ли уже получится. Абертональные аккорды растопленных на раскаленных углях мистических сандаловых смол и тлеющего гренадила. Свежайший медовый нектар из восковых сот. Чертовски красивое и тонко обволакивающее сознание оттенок черного мускуса со своим плотским анималистичным привкусом. Наркотическое дыхание марихуаны на корке горького апельсина. И еще что-то, что нам не раскрыто парфюмерам, что вполне возможно станет плодом вашего воображения. Если это противоречит вашим понятиям о парфюмерии, а самочувствие после этого аромата не входит в ваши планы, не пробуйте этот аромат. Давайте же его попробуем. Нам такое тут описали, наркотическое, прямо из марихуаны. Слушайте, эликсир наркотик. Ну давайте. Я-то его уже носила, я-то уже знаю о чем, но очень хочу вам рассказать. Кстати, жидкость вот такая вот прям вроде как коньячная, но с каким-то красным прям подтоном, красноватым. Слушайте, здесь на старте очень-очень ярко пахнет апельсином, мандарином, чем-то цитрусом. Наверное, это скорее всего вот этот самый заявленный гринадин. Я уже говорила, что да, два аромата меня прям покорили, это как раз вот черный наркотик и вот этот Kill Me Slowly, о котором мы еще позже поговорим. Вот этот эликсир наркотик я еще пытаюсь разнашивать. Я пока не понимаю, что я в нем чувствую, я не понимаю, что я ощущаю и мне это нравится, но я не могу его как-то разложить на какие-то составляющие. Я здесь чувствую цитрусовую апельсинку, мандаринку, чувствую какие-то кожаные аккорды. Мне напоминает что-то из арабских ароматов, вот что-то такое я ощущала в арабских ароматах, знаете, мандариново-апельсиновое с удом, кожей, амброй. Для меня все-таки этот аромат более уходит, наверное, в мужскую сторону. Здесь еще ощущаются какие-то восковые аккорды, знаете, вот как будто бы уже оплавленной свечой пахнет, именно оплавленной. И в конце на моей коже он немного замыливается, то есть он начинает на мне пахнуть каким-то фруктовым мылом. В общем, для меня этот аромат пока еще до конца не раскрыт. Я буду его еще пробовать и тестировать на себе. Мне очень интересно, потому что он крайне тоже необычный, занимательный. Здесь есть о чем подумать, вот именно этот аромат. Хочется его разбирать, размышлять, о нем думать. Я его буду носить и, возможно, в каких-нибудь будущих видео расскажу свое более обстоятельное мнение по поводу этого аромата. А пока давайте перейдем к третьему. И последний называется Kill Me Softly. Это значит, убей меня нежно. Кстати, хотел сказать, что объем больших флаконов 50 миллилитров вот этих малявочек, по-моему, по 10. Слушайте, по-моему, по 10. Kill Me Softly. Мы так хорошо чувствовали тела друг друга, что любовь казалась безымянной. Просто обнаженная плоть к обнаженной плоти. Ники, Френч, Kill Me Softly, убей меня нежно. Альфакторная фантазия от Дю Монтена. Аромат провокация. Аромат, как искусство, плотской запретной любви. Как долго вы сможете сопротивляться? Вы сдадитесь ему или он заберет вас силой на его усмотрение, на его милость? Видите, все такие у них описания с таким каким-то сексуальным очень подтоном, то есть, как будто бы все ароматы созданы обольщать и соблазнять. Пирамида у данного аромата нет, в доступе, по крайней мере. Насколько я знаю, он только заявлен как шипрово-фруктовый, что ли, но, вот знаете, я его, когда сейчас вдыхаю, мне он как будто слышится каждый раз по-другому. Я не знаю, как это объяснить. Когда я его чувствую на холоде, вот я выхожу в мороз, я ощущаю фрукты. Прям вот, знаете, такие красивые кисленькие фрукты типа яблок, что-то даже цитрусовое, звонкое такое, и вот эти фрукты обернутые какими-то шистыми нотами. Сейчас, когда я нанесла в тепле, вот в теплой комнате, я практически не ощущаю фруктов, я чувствую какие-то мшисто-альдегидные ноты почему-то откуда-то начали вылазить, с какими-то колким металлическим подтоном. Очень интересно на самом деле. Знаете, настолько интересно такое чувство, что он вообще в разных погодных условиях и в разных температурах ведет себя по-разному, потому что я четко помню, что когда я его носила несколько дней подряд, я чувствовала от себя вот эти кисловатые фрукты и мшистость. Сейчас я повторюсь, я ощущаю какие-то озоновые ноты, опять какой-то ветивер с мхом и что-то такое альдегидно-металлическое, вы знаете, прям такой колючий, колкий, звонкий, металлический аккорд, как будто бы даже холодный. Вы знаете, как будто бы на холоде этот аромат теплит, он как будто бы хочет более теплым показаться, фруктовым, таким, мягким, а на холоде, точнее, на холоде, а в тепле он как будто наоборот становится более звонким, колким и холодным. Аромат абсолютно на любителя, именно на любителя таких вот альдегидно, мне кажется, шипровых ароматов, но, помимо всего прочего, в базе я здесь еще ощущаю что-то замшевое, вы знаете, аромат какого-то замшевого салона, если такие есть, замшевые обуви, вот что-то такое замшевое, он тоже мега интересный, для меня он стоит на втором месте после черного наркотика, я буду его еще разнашивать, разнашивать, думать, о нем, смотреть, слушать, как мне, но пока мне вот именно на морозе он понравился просто очень, вот этими фруктовыми, кисловатыми нотами, но даже сейчас вот этой колкостью, шипровостью, мне тоже он в принципе очень нравится, но, повторюсь, он звучит совсем по-другому, то есть у меня такой немножко диссонанс сейчас с тем, что я слышала на улице и сейчас в помещении, поэтому, если вы, вот серьезно, не боитесь экспериментов, не боитесь такой вот, знаете, именно интересного звучания, странного, возможно, но интересного, то я бы, конечно, обратилась к бренду, тем более у него, видите, есть такие классные миниатюрки, можно, наверное, накупить себе таких миниатюр и спокойно знакомиться с ароматами, это действительно очень удобно и прикольно. И надеюсь, что вам данное видео понравилось, что вы познакомитесь с этим брендом, еще раз повторюсь, что ароматы данного бренда можно купить в интернет-магазине Рандеву, а всю основную информацию вы найдете в описании. Все, ребятки, надеюсь, вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, я вам всем желаю приятных парфюмерных покупок и всем пока-пока-пока-пока-пока!